Всем привет! Вы на канале Life on Australia New Zealand И сегодня у нас новости из солнечной и теплой Австралии Для тех, кто считает, что в Австралии вечное лето и нету холода, это не так Вы видите, как я одет? Это не просто так, ребят Сейчас у нас 14 градусов, это день Как бы уже наступает день, 14 градусов, ночью было около 10 с утра Вся предыдущая неделя по утрам было очень холодно Я собирался на работу, ехал на самокате, приезжал чуть ли не сосульками на носу Первый раз, когда я вот одел маску и понял, что маска нужна Это когда я ехал на самокате, чтобы не обветривалось сильно лицо и губы Губы обветриваются ужасно, потому что сухо, потому что холодно И вот так приходится постоянно их мазать то ли маслом, то ли каким-то бальзамом и так далее Все прошлая неделя температура была с утречка в районе 4 градусов, 5 градусов Но писалось, чувствуется как будто плюс 3 градуса всего То есть днем в районе 16-18 Опять же, если ветерок холодный, то даже эти 16-18 не очень комфортно чувствуются Хотя, смотря в каких районах, опять же, и какой ветер дует, как я уже говорил Но то, что здесь есть холод, дома приходится отапливать, включать кондиционер по утрам И вечером нагревать кондиционером Дело в том, что, как вы сами все знаете и многие из вас говорят, дома из говна и палок Оно так и есть Здесь так вообще стекла одинарные по сравнению с Новой Зеландией вообще жесть В Новой Зеландии хотя бы заставили всех двойные стекла ставить Это уже хоть как-то тепло сохраняет, да и холод сохраняет летом в жару А здесь у нас одинарные стекла, дырки, щели видны Хоть и дом новый, но все равно, слава богу, хоть наружные стены утеплены И хоть по чуть-чуть сохраняют Но выветривается все очень быстро Так что вот для тех, кто считает, что здесь вечное лето и жара Это неправда Я говорю про Брисбен конкретно сейчас В Сиднее та же история, тоже холодно И в Мельбурне холодно Конечно же есть регионы и места, где постоянно лето, постоянно жара Но это туда, на север, ближе к тропикам Ну и сегодня, видите, у нас облачка появились То есть чуть потеплее стало опять же На следующей неделе, в принципе, ночью ожидается в районе 11 градусов А днем 22, наконец-то чуть-чуть повысится Но опять же, переменная облачность В прошлой неделе у нас было хорошо, солнышко светило А сейчас будет переменная облачность Но дождей, в принципе, не ожидается Ну, а теперь давайте переходим непосредственно к новостям Новое федеральное правительство заявляет, что сумеречные годы правления королевы Елизаветы Подходящее время для возобновления дебатов о том, чтобы Австралия стала независимой республикой То есть они хотят полностью избавиться от короны британской Хочу напомнить, что референд такой уже проводился Его результаты были довольно-таки плачевными, но об этом чуть-чуть позже Так вот, лейбористы хотят провести новый референдум об отказе от монархии И избрании главы австралийского государства Но не раньше своего второго срока полномочий То есть если они выиграют выборы в 25-м году, тогда они поднимут этот вопрос На данный момент королева, они ожидают, короче, как я понял Когда королева, так скажем, отбросит коньки Ну, это звучит так Хоть как крути, не крути Ну, пускай будет так, да Обсуждение проходит в то время, когда во всем мире Опять же, в каком мире, по их мнению, по мнению этого издания Прошли празднования платинового юбилея королевы Ну, да, по миру это звучало Но заявлять, что эти празднования проходили по всему миру, конечно же, излишне, я считаю Они проходили только вот в бывших британских колониях, и то не во всех Помощник министра по делам республики сказал, что поддержка республики среди населения Австралии может возрасти после смерти 96-летнего монарха Как я уже вот о чем ей говорил Вот оказывается, кто ожидает всего этого Поскольку королева подходит к закату своего правления, мы можем должным образом, и мы должны отдать ей должное за прекрасную работу, которую она проделала Сказал он Ну, я думаю, что австралийцы сейчас начинают задумываться о том, что будет дальше с нашей страной Да ничего не будет Будете жить, как и жили, в принципе, по большому счету Мы независимая нация, у нас есть своя уникальная идентичность и культура Мы являемся экономическим центром в Азиато-Тихоокеанском регионе Я думаю, что пришло время снова начать серьезный разговор о том, что ждет Австралию после того, как закончится царствование королевы Елизаветы Так вот, был в 99-м году уже референдум такой проходил, и он плачевно закончился Люди проголосовали против Опять же, дело в том, что самая большая проблема, по оценке некоторых специалистов Что не было представлено именно реальной, нормальной модели государственности Что же будет потом, если мы откажемся от этого Как это все будет развиваться, как будет развиваться экономика Это должны быть прекрасные, нормальные планы Как это делать, и что будет дальше Но, по моему мнению, если даже референдум будет проведен в 25-м году или в 26-м Большинство, скорее всего, проголосуют вновь против Люди в Австралии, как я заметил, не столь, конечно же, консервативные, как в Новой Зеландии В Новой Зеландии безумно консервативные люди И был тому пример референдум за просто изменить флаг И большинство все равно проголосовало против Люди не любят перемен, тем более в этих странах Потому что жизнь идет спокойно, все вроде бы налажено Да, есть какие-то неприятности, есть какие-то повышения, проблемы, как всегда, с деньгами Проблемы, как всегда, с ценами Но это каждодневные вещи, которые не решит изменения Там не будет здесь короны, не будет здесь монархии или будет То есть это проблему не решит Поэтому я очень сомневаюсь, что люди проголосуют Хотя, ну, если хотят попробовать, пускай попробуют Вложат очередные миллионы долларов в референдум Который покажет, конечно же, просто отношения людей С другой стороны, как еще людям выражать свою заинтересованность или нет В конкретном вопросе, кроме как через референдум Ну а в Австралии, по ходу дела, начинается паника среди населения Относительно повышений цен на электричество Тысячи жителей страны уже получили уведомление о повышении цены в два раза Это их просто шокировало И дело в том, что те, кто живет удаленно Зачастую электричество для них является не только источником света Но и воды той же самой А также приготовление пищи и так далее Потому что, то есть, удаленные районы, где нет газа Где насосы работают, опять же, от электричества, чтобы добывать воду Потому что нет центрального водоснабжения Поэтому, ну, для них это очень серьезный вопрос становится, действительно Эксперты говорят, что вскоре могут пострадать еще миллионы людей Директор компании OneBigSwitch рассказал, что спрос на услуги и советы группы По защите прав потребителей резко вырос По его словам, паника только начинается Сейчас об этом говорится практически каждый день во всех выпусках новостей Стремительный рост цен на оптовую электроэнергию Сейтхаус на розничном рынке электроэнергии Цены подскочили более чем на 140% за 12 месяцев То есть это на конец марта Но помимо этого подскочили цены и на газ, уголь В Австралии, кстати, большинство электроэнергии, несмотря на то, что строятся вроде как экоэлектростанции солнечные Вырабатывается, большинство электроэнергии вырабатывается за счет угля и газа Я думаю, что есть реальная причина для беспокойства Потому что мы никогда раньше не видели ничего подобного Сказал этот мужчина, представитель этой компании Реальная угроза того, что мы находимся в начале полномасштабного энергетического кризиса Здесь, в Австралии Примером начавшегося кризиса служат последние данные Что в штате Виктория более 3,5 тысяч домохозяйств были отключены от услуг электроэнергии в феврале Из-за неуплаты по счетам Вот, пожалуйста, пример Ну, а Центробанк Австралии вновь повысил процентную ставку С 0,35 до 0,85% Прошлое повышение буквально в прошлом месяце было Это, конечно же, стало шоком для многих обладателей кредитов Так как за Центробанком, естественно, к повышению прибегли все остальные кредитные организации То есть, соответственно, процент по кредиту вырос И так же люди, у кого фиксированный кредит Дождутся, когда фиксированность закончится, это так скажем И придется снова повышать ставку Кстати, в то же самое время Некоторые банки повысили и процентные выплаты по вкладам Что может, конечно, порадовать тех, у кого есть какие-то сбережения Потому что было вообще там совсем мало Было что-то там 0,25 или 0,2% всего лишь по вкладам Если у тебя лежат деньги на счету Сейчас же выросло до 1,5% что-то такое Хоть какое-то облегчение людям некоторым Ну, опять же, вообще постепенное повышение процентной ставки Продолжение этого всего И вплоть до 3% в следующем году это может вырасти Так что ничего хорошего не будет По мнению финансистов, падение цен на недвижимость Сможет составить от 10 до 15% Те же опасения у владельцев автомобилей Рост цен на топливо, по словам автолюбителей Очень сильно ударил по их карману На данный момент стоимость топлива в Австралии колеблется в районе 2 долларов Я имею в виду обычный 91-95 бензин, да? А жители Сиднея уже наблюдали, кстати, случаи слива бензина с их автомобилей по ночам Это дичь какая-то вообще, если честно Я такого давно уже не слышал, не видел, но неважно Еще одна интересная история, что в той же самой соседней Новой Зеландии Топливо уже преодолело отметку в 3 доллара Процентная ставка Центробанка уже достигла 2%, а цены на электричество также выросли практически вдвое Но я не видел, что такого нагнетания бешеного в СМИ Дело в том, что здесь в СМИ чуть что вот такое небольшое повышение Они это раздувают и пишут по несколько дней Одно и то же, все новостные агентства подхватывают это вместе Людей пугают, что вот, приводят какие-то примеры на определенном человеке Что он ездит, покупает какие-то товары только на скидках 5 магазинов объезжает бабулька какая-то Покупает только все на полцены Короче говоря, показывают все так, что здесь полная крышка и все будут умирать Я не знаю, для чего нагнетание это происходит В чьих интересах это делается Но факт остается фактом Это я вот читая новости, я это вижу Бредовые иммиграционные законы Или что необходимо поменять в стране С одной из самых ужасных бюрократических систем Кстати, про бюрократию в стране мы расскажем в одном из наших видео С чем мы столкнулись здесь Но об этом в следующий раз, опять же Мы расскажем сейчас вам про то, как некоторым людям приходится преодолевать глупость и маразм законов иммиграции Австралии Марк Грин Крутой и выносливый шотландец Он никогда не боялся работы и всегда всего добивался сам Но в последнее время он не может сдержать слез За последние пару месяцев он вообще походил на 15 килограмм И здоровье его жены Келли и дочери Ребекки также сильно пострадало 10 лет назад ему предложили переехать в Австралию по рабочей визе Из-за его навыков электрика Он устанавливал большие солнечные системы на фабриках и предприятиях Солнечные системы я имею ввиду электрические Компания нанимает Наниматель, она выступает спонсором Вот первая бредовая вещь Что какой ты спонсор Если для тебя выполняется работа и ты ее оплачиваешь Как это можно спонсорство назвать? Это обычные трудовые отношения Причем здесь спонсорство, я вообще не могу понять Ты должен отработать на конкретного работодателя определенный срок Чтобы можно было подать на резидентство У них была трехлетняя виза с намерением получить вид на жительство по ее окончании Но не прошло и трех лет Как его работодатель разорился Его быстро пригласила к себе другая компания по установке солнечных батарей Но они тоже разорились во время его трехлетней визы Это случилось с ним семь раз Потому что каждый раз, когда оператор закрывал бизнес Он не должен был нести ответственность за гарантию на солнечные детали То есть, грубо говоря, бизнес простой Компания, солнечные батареи, все красиво, все классно Устанавливают работу в течение двух лет Потом они банкротятся официально, под новым мнением открываются И гарантии на то, что они уже сделали работу, никто не несет Вот это, конечно, просто надувательство людей И почему, опять же, никакие компетентные органы ничего не делают с законами по этому поводу Я тоже не пойму Кстати, в Зеландии тоже такие вещи практики В том, что по закону при оформлении рабочей визы на другого работодателя Твой трехлетний срок начинается с нуля То есть, каждый раз, когда он устраивался на новую работу, ему переделывали визу Естественно, он платил за это деньги Различные взносы и так далее, и тому подобное Плюс стресс, плюс время И срок начинался с нуля Каждый раз, три года Чтобы можно было подать на резидентство Вот Это второй, кстати, маразматический пункт закона Потому что почему Если ты свой стаж работы продолжаешь выполнять Почему ты должен за это заново все эти Ну, этот срок отрабатывать Таким образом, после семи виз И не по его вине, опять же, иммиграционная служба сообщила мистеру Глину и его семье Что они должны покинуть страну И повторно подать заявление уже из Шотландии Они уже потратили более 150 тысяч долларов на адвокатов и визы Возвращение в Шотландию обойдется им еще в 60 тысяч долларов И самое интересное, что иммиграционная служба Австралии, если захочет Сможет им отказать при подаче документов из Шотландии То есть скажут, нет, извините, вы не подходите Визовая система в этой стране жестокая, несправедливая И выбрасывает из страны не тех людей Сказал один из политиков Южной Австралии Где, кстати, это происходит Который лоббирует интересы этой семьи Причем Келли, супруга этого мужчины Работает в пекарне И тоже является востребованным работником в стране Это откровенное издевательство над человеком О каких правах человека можно говорить в Австралии Если происходит такой беспредел Если политики не могут повлиять на свои же законы Которые дебильные они придумывают Это маразм Такого быть не должно И слава богу, что об этом СМИ пишут Я надеюсь, благодаря этому хоть что-то поменяется Будем надеяться, что у этих людей все получится Как, насколько нам известно Сейчас они начали паковать уже свои чемоданы Чтобы вылетать опять же в Шотландию Кстати, помимо адвокатов и виз Они оплачивали еще и учебу своего ребенка Ребенок уже закончил школу здесь Собирается в университет Но это тоже бешеные деньги Пока они не являются резидентами Бесплатные солнечные системы И модернизация бытовой техники Предлагаются для людей Которые проживают в Новом Южном Уэльсе В рамках новой правительственной инициативы Стоимостью 128 миллионов долларов Программа Energy Bill Buster Будет включена в предстоящий бюджет Домохозяйства, получающие скидки на электроэнергию Смогут получить либо бесплатную солнечную систему На крышу на свою Либо энергосберегающую модернизацию бытовой техники Последний вариант будет доступен арендаторам и людям в домах Не подходящих для установок солнечной системы солнечной энергии Дело в том, что иногда не получается ее поставить Тогда людям будет предлагать их старую технику То есть более энергопотребляющую Потребляющую, так скажем, заменить на более новую Какую-то вот такую Я не знаю, как это будет все работать Кто на это будет иметь право Но считается, что это должно помочь Премьер-министр, кстати, нового Южного Уэльса Кстати, в Австралии, помимо центральной власти Которая управляет страной В каждом штате есть также свой премьер-министр еще То есть свое внутреннее правительство Которое управляет конкретно штатом Какие там точно отношения между ними Я полностью не знаю Но постепенно я изучу И буду вас информировать об этом Буду рассказывать Так вот, премьер-министр нового Южного Уэльса Сказал, что около миллиона домохозяйств Этого штата Вскоре получит право принять участие в программе Согласно правительственным данным Солнечная система может сэкономить С семье до 600 долларов в год Вместо ежегодной скидки для семьи с низким доходом В размере 285 долларов То есть сейчас вот скидка Вернее, субсидия, грубо говоря, идет 285 долларов в год А так, ну, я согласен На солнечной энергии Вот мы у нас на арендуемом доме Стоят панели И вот последний счет мы получили Для примера 70-71 доллар Это при учете того, что Весь май практически шли дожди Была плохая погода И система почти не работала И мы пользовались кондиционером Мы осушителем пользовались Пользовались отоплением И вот 71 доллар Это, я считаю, очень мало По сравнению с тем, что мы в той же Новой Зеландии платили Ну и в конце немножко про местную фауну Если для кого-то попугая Это классные домашние питомцы То для некоторых жителей Австралии Они являются опасными вредителями И могут причинить им ущерб на тысячи долларов Так, например, одна молодая семья В Мельбурне Ни с того ни с сего Обнаружила, что в их новеньком доме Завелись вандалы Причем они не являются людьми Эти вандалы Огромное количество кокаду Каждый день, пока кого-то нет в дворе Прилетают и уничтожают Все деревянные постройки во дворе Детская игровая площадка Перила на веранде Несущие балки дома Дверные рамы Одним словом, все, что может грызться И все, что им нравится Попадает под их прицел Этих миленьких птичек Которые большие, белые, красивые птицы Вроде как По словам хозяйки дома Она уже стала детективом Который отслеживает кокаду Так как у них во дворе стоит камера видеонаблюдения То максимальное количество кокаду на участке Было около 60 особей Вот то, что она насчитала Что она только не пробовала И маслом чили мазала перила И фигуры птиц они вешали И ставили И воздушные шары надували И пугало вешали Ничего не помогает Попугаем вообще безразлично Они реагируют только на человека Человек вот заходит Они боятся разлетать Причем, когда они улетают Так они, в принципе, тихие и спокойные Грызут себе это дерево и все Но когда они начинают улетать Они начинают орать И мы сами слышали, как орут эти попугаи Это бешенство какое-то Вот не дай бог у тебя во дворе Поселятся кокаду Это будет просто кирды Просто реально Они орут бешено Противный звук Хуже, чем вороны Вот у нас вороны летают Они не такие противные, как эти пугай Так что Вот такие вот вещи Причем более серьезной управы На этих птичек нету Они под защитой государства Как национальная фауна И все И трогать их нельзя Убивать их нельзя Отравить их нельзя Ничего нельзя сделать В принципе, только как-то переманить Причем эта семья не единственная Огромное количество сообщений Приходит с разных уголков страны Так что Вот Так вот здесь интересно Причем Здесь практически все Практически вся живность Находится под охраной И Если ты Ты будешь замечен В уничтожении Какого-либо животного Рептилии И так далее То тебе может грозить Очень серьезное наказание Вплоть до лишения свободы Про штрафы я вообще не говорю Единственное Есть, конечно Некоторые здесь Животины Которых Необходимо уничтожать Вот так вот у нас Лягушка Мы про нее уже рассказывали Неоднократно Ядовитые Здесь вокруг прыгают Живут Опять же Но Чтобы ее уничтожить Нужен гуманный способ И вот я прочитал Гуманный способ Уничтожения Этой лягушки Убивать ее Говорят Не надо Ей же больно будет Что можно сделать Ее необходимо поймать Завернуть в мешок Посадить в холодильник В течение часа Продержать ее в холодильнике И потом Когда она подмерзнет Немножко переместить ее Куда бы вы думали В морозильную камеру Вашего холодильника Продержав ее там 16 часов Лягушка Помрет Тихонечко Спокойненько Без боли Ну Я не знаю Сколько людей Пытаются держать Лягушек у себя В холодильниках Или в морозилках Как мне некоторые писали По башке камнем Грубо говоря Ну Я не знаю Если она действительно Ядовитая Опасная То И плюс Они очень серьезно Влияют на местную Живность тоже Потому что Очень многие животные Которые пытаются их съесть Просто умирают от их яда Поэтому Ну Наверное Их необходимо уничтожать А также Вообще Про других животин Мы как-то тоже снимем видео Про то Что обитает вообще В Брисбоне Что обитает У нас В районе Что опасно Что не опасно Как с этим бороться Как с этим справляться В случае Опасности В случае Чрезвычайной происшествия Обязательно снимем такое видео Ну На сегодня у нас все Если вам все понравилось Пальчики вверх ставьте Подписывайтесь на наш канал Обязательно Оставляйте свои комментарии Нам очень интересно Их читать И отвечать на них Также нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить Наши дальнейшие видео Ну и С друзьями Обязательно делитесь Со всеми друзьями А я с вами прощаюсь Всем пока До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok